В цехе, где производятся сухие строительные смеси, обычная рабочая атмосфера. Начальник цеха Максим Абрамов объясняет суть приготовления. На первый взгляд, все довольно просто. Материал поступает в дозирующее устройство. Дальше происходит процесс перемешивания многих компонентов. Дальше компоненты поступают в смесительный барабан и на посылочный аппарат двух технологических линий. Главных секретов производства три. Рецепт смеси, точность дозировки и производительность труда. Точность обеспечивает современное оборудование. Над оптимизацией производственных процессов работает налаженная система. Производственная система у нас занимается решением проблем, которые возникают на производстве, поиском непосредственно самих проблем и также предложением путей решения. Конечная цель в данном проекте, который мы сейчас смотрим с вами, сухие смеси, увеличение производительности с 2400 до 2800 тонн в месяц. Денис Зайцев работает на предприятии более 16 лет. Прошел путь от простого формовщика железобетонных изделий до начальника смены. Денис признается, хлопот хватает, но за качество продукции краснеть не приходится. Много беготни, много организационной работы, потому что работаем на клиента. У нас качественная продукция, поэтому, чтобы всего этого добиться, беготни очень много. С браком мы уже давно, можно сказать, поборолись, то есть у нас окончательного брака нет. Если есть какие-то небольшие недоработки, то в реальном времени мы можем их исключить браком, то есть выйти на нужное нам качество. В прошлом году предприятие начало производить смеси на основе цемента. Затем гипсобетон приступил к выпуску штукатурок, шпаклевок и клеев под собственной торговой маркой. О качестве работы завода говорит тот факт, что здесь производят смеси и для других известных на строительном рынке брендов. Предприятие работает по договору Толингу. Производим для компании «Ипергалов» сухие строительные смеси для компании «ТНГ» по их рецепториям. На предприятии трудится около 230 человек. Для многих из них в словосочетании «трудовой коллектив» чуть больше важным является слово «коллектив». А общение сотрудников выходит за рамки рабочего процесса. У нас есть действующий совет молодых специалистов, в который входят сотрудники до 35 лет. Ребята собственными силами организовывают спортивные праздничные мероприятия. Гипсобетон появился в 1963 году после слияния Видновского гипсового и Расторгуевского железобетонного заводов. В наши дни предприятие не только уверенно стоит на ногах, но и активно развивается. Без преувеличения могу сказать, что я думаю, как минимум половина всех строек Москвы и Московской области используют нашу продукцию. У нас планируется расширение производства, что даст новые рабочие места и увеличит производительность в несколько раз. В этом году гипсобетон планирует произвести около 20 тысяч тонн сухих строительных смесей. Это в три с половиной раза больше, чем в прошлом году. Также здесь выпускаются вентиляционные блоки и стеновые перегородки. В свои 55 лет предприятие доказывает, и более чем через полвека важно и нужно оставаться современным. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.